Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Небо не предел. В этом выпуске мы с вами продолжим говорить про астрофотографию. Итак, напоминаю, что в предыдущем видео было видео про три параметра, такие как выдержка, диафрагма и ISO. Если вы не знаете, что это такое, или не смотрели предыдущее видео, то я вам обязательно советую его посмотреть, потому что в противном случае, если вы не разбираетесь, что это такое, вам будет очень сложно воспринять информацию, которая будет представлена вам в этом видео. Прежде чем приступить к фотографии Млечного Пути, я предлагаю вообще разобраться с тем, как же получить первые снимки звездного неба. Итак, вот здесь вот для вас в левом углу будут появляться такие основные параметры, на которые следует обратить внимание. Ну, естественно, во-первых, нам понадобится фотоаппарат. Это как бы тут даже и не обсуждается. Во-вторых, нам понадобится такая вещь, которая называется штатив. Я использую вот такой вот маленький штатив. Это фирма Hama. Сами можете посмотреть размер этого штатива. Он влазит у меня в любой рюкзак, в любой портфель. Может, кто-то скажет, что он маленький, неустойчивый, что там подулет ветер, все будет колыхаться. Но я вам так скажу, в ураган вас никакой штатив не спасет. Поэтому это замечательный штатив. Кстати, ссылку на него я оставлю в описании, чтобы, может быть, вы смогли познакомиться с тем, как он вообще выглядит и, может быть, какие-то параметры для себя уяснили. Если по какой-то причине у вас штатива нету, ну, в принципе, это такая вещь, которая не у каждого дома есть, то можно просто каким-то образом зафиксировать ваш фотоаппарат. Просто выйти на улицу и положить его на землю, не знаю, подпереть там каким-нибудь камнем, не знаю, тряпкой, положить на рюкзак, в общем, как угодно. Итак, первый параметр – это нужно установить фотоаппарат на штатив. Далее мы должны установить минимальное фокусное расстояние, которое есть у вас на фотоаппарате. Ну, точнее, не на фотоаппарате, а у вашего объектива. Это может быть 10 мм, не знаю, 15 мм, 40 мм. Особо роли не играет. Смысл в том, что нужно установить минимальное фокусное расстояние, чтобы добиться максимального поля зрения. Уже в дальнейшем потом будете, конечно, экспериментировать, но на первом этапе я советую установить максимальное поле зрения, то есть минимальное фокусное расстояние. После этого следующим пунктом мы переводим фотоаппарат в полностью ручной режим. Значит, после перевода в ручной режим мы должны установить с вами те три параметра, о которых шла речь в предыдущем видео. Это выдержка, диафрагма и ISO. Начнем с выдержки. Существуют различные правила подсчета, какую нужно устанавливать выдержку для того, чтобы звезды еще не превращались в треки при фотографии. Вы прекрасно знаете, что Земля вращается вокруг своей оси, и, соответственно, звезды на небе, они не стоят на месте, они двигаются. Так вот, если вы нажмете на спуск вашего фотоаппарата, на очень длинные выдержки, ваши звезды превратятся в треки, и вы получите приблизительно, ну, нечто подобное. Ну, конечно, не такой снимок, но что-то похожее. В этом снимке есть, конечно же, свой шарм, своя привлекательность. Такие снимки тоже очень красивые, но мы пока что не будем о них говорить. Мы все-таки на первом этапе хотим, чтобы звезды остались звездами, то есть остались точками. Для того, чтобы звезды не превращались в треки, существует так называемое правило 600. Мне, в принципе, это правило не очень нравится, я уже об этом неоднократно упоминал, потому что это правило, в принципе, не работает. Дело в том, что, собственно, как звучит правило. Если 600 разделить на ваше фокусное расстояние, с которым вы снимаете, то есть, предположим, вы снимаете на фокусное расстояние 10 мм, то есть 600 разделить на 10 равно 60. И вот это вот 60, это и есть максимальная выдержка в секундах, которую можно использовать, чтобы звезды не превращались в треки. На очень многих сайтах, форумах, на других каналах YouTube можно увидеть, как различные фотографы, различные астрофотографы, очень, так, ну, скажем, ловко оперируют этим правилом. То есть, кто-то говорит правило 600, кто-то говорит правило 500, кто-то пользуется этим правилом, и вот после того, как поделил, допустим, 600 на 10, получил 60 и говорит, ну, давайте мы еще на всякий случай разделим на 2. Ну, просто, чтобы вот так вот было, вот так вот я захотел. На самом деле, есть вполне конкретное объяснение всему этому, но есть фотоаппараты full frame, ну, все изображение, которое попадает на матрицу, да, оно, собственно, все и получается в результате снимка. А есть так называемый crop. Crop – это означает, что не весь кадр ваш попадает в итоге, ну, как результирующий снимок, а только его часть. Как этот crop влияет на фокусное расстояние? Дело в том, что на самом деле, если вы снимаете, например, с фокусным расстоянием 20, и у вас фотоаппарат crop 2, это означает, что на самом деле вы снимаете с фокусным расстоянием 40. То есть, фокусное расстояние нужно всегда умножать на crop. Например, мой фотоаппарат – это Olympus EPL5 crop 2. Например, к моему фотоаппарату у меня есть вот такой вот телеобъектив 40-150. Это эквивалентно тому, чтобы снимать на фулл-фрейме с фокусным расстоянием 300. То есть, формула наша получается не 600 разделить на фокусное расстояние, а 600 разделить на фокусное расстояние и еще разделить на crop. Значит, идем дальше. Определились мы с тем, как определить вот эту вот максимальную выдержку. То значение может получаться не совсем как бы точным, то есть, при этом значении, может быть, звезды все равно будут превращаться в треки, но они будут в очень... Ну, эти треки будут очень-очень маленькие. Вот. И, в принципе, даже если эти треки получатся, то на общем снимке, то есть, без увеличения, это не будет особо заметно. Ну, а даже если будет заметно, ну, просто снизьте еще выдержку, там, на одну секунду, например. Итак, установили максимальную выдержку. Далее. Мы должны максимально открыть диафрагму. Открыть настолько, насколько нам позволяет ваш объектив. Дело в том, что разные объективы позволяют по-разному управлять диафрагмой. Тогда бывают светосильные объективы, бывают несветосильные. И я не знаю, какой оптикой вы пользуетесь, но если у вас китовый, от слова кит, да, то есть, комплектный объектив, как правило, у него минимальная светосила, минимальная диафрагма, это 3,5. Но если у вас вы более продвинутый, если у вас есть дополнительные объективы, которые вы уже купили, то у вас может быть это и 2.0, и 1.8, и, в общем, чем меньше, тем лучше. Итак, после того, как мы установили минимальную диафрагму, то есть, ее максимально открыли, последнее, что должно сделать, это установить так называемую светочувствительность или ISO. Опять же-таки, с этим параметром можно очень-очень долго играться, можно ввести очень много так называемых холиваров, да, на эту тему, что, а вот давайте, нет, вот 700 лучше, нет, вот все-таки вот для этой камеры лучше 1000. Это нужно изучать очень-очень много литературы, сайтов, перешерстить, то есть, в интернете есть много сайтов, где для каждой камеры, ну, скажем так, современной, и которая очень популярная, где для каждой камеры расписано, например, там, на каких ISO лучше всего снимать. Для одной камеры это 1600, для другой это там 6400, например, если там это у вас какая-нибудь Sony A7, то это будет там 3200, например. Есть такие данные о том, как бы, какое ISO там оптимально для фотоаппарата, ну, в общем, я могу сказать так, что на первом этапе это вообще абсолютно бесполезная информация, потому что ISO на первом этапе можно ставить, в принципе, любое, в пределах от 1600 до 6400. То есть, любое в этом промежутке устанавливаете, и у вас будет все нормально. Казалось бы, все, а на самом деле и нет. Дело в том, что если в такой вот конфигурации вы сейчас нажмете на кнопку вашего фотоаппарата, то получите какой-то снимок, но, скорее всего, он будет размазан. Он будет размазан, потому что вот этим самым нажатием на кнопку фотоаппарата вы создадите вибрации на штативе, на самом фотоаппарате, и эти вибрации успеют зафиксироваться при съемке, и ваше изображение станет расплывчато. Как с этим бороться? В принципе, тут не нужно быть гением. Я думаю, даже если бы я об этом не сказал, и вы просто сделали первый снимок, то вы бы сразу же перевели ваш фотоаппарат, не перевели фотоаппарат, а сделали отложенный старт. Либо же отложенный старт, либо воспользовались бы пультом. То есть, следующим пунктом это установить отложенный старт. Казалось бы, все готово, мы можем снимать, но и тут нет. Нет, последнее, что осталось сделать, хотя это далеко не последнее, что нужно сделать в принципе, но у нас это идет последним пунктом, это фокусировка. Вообще, про фокусировку на звездах, по звездам, не знаю, при съемке галактик, можно очень-очень много беседовать. Существуют, как и, ну будем так говорить, продвинутые способы фокусировки, такие более начальные. Значит, представьте, что вот вы вот эти вот все пункты проделали, и у вас на фотоаппарате есть режим Live View, или вы можете смотреть видоискатель. Скорее всего, звезд вы не увидите. Первым шагом я предлагаю вам сфокусироваться на каком-либо отдаленном объекте. Всегда, где бы вы ни находились, хоть даже в голом поле, все равно где-нибудь вдалеке, например, есть какое-нибудь, не знаю, дерево или фонарь. Либо вы фокусируетесь в автофокусе, либо в ручном фокусе, но не суть. Значит, первым этапом нужно сфокусироваться на каком-то далеком отдаленном объекте. Далее, нужно перевести фотоаппарат в ручную фокусировку. То есть, после того, как вы сфокусировались, вы могли сфокусироваться, как я уже сказал, либо в авторежиме, либо сразу в ручном. Но после того, как фокус сделан, нужно отключить автоматическую фокусировку, следящую фокусировку. В общем, нужно перевести фотоаппарат в режим ручного фокуса, Чтобы потом, пока вы там крутили, настраивали ваш фотоаппарат, ваш фокус никуда не убежал. А когда фокус таким вот образом получен, вы делаете ваш первый снимок. Вы получите какую-то фотографию. Фотография может быть как хорошая, так и плохая. Я имею в виду в плане фокусировки. Но так или иначе, звезды на этой фотографии уже будут хорошо видны. Они будут, скорее всего, уже иметь размер звезды. То есть, они будут маленького размера. Ну, может быть, маленькие такие кружочки, да, то есть, где фокус небольшой будет. Но что дальше я делаю? Я нахожу на фотографии какую-нибудь яркую звезду и запоминаю ее местоположение. Затем беру это место, то есть, то местоположение, где вот была эта звезда, я максимально увеличиваю в режиме Live View на своем фотоаппарате. И в режиме Live View будет просматриваться эта звезда, как такой, ну, какой-то такой кружочек. И когда вы уже этот кружочек видите, при максимальном увеличении, ваша задача крутить кольцо фокусировки до тех пор, пока эта звезда не станет максимально маленькой. И, как я уже говорил, при фокусировке планет, это было другое видео. Кстати, тоже, если интересно, посмотрите. Может быть, какую-то интересную информацию для себя полезную вы почерпнете по фокусировке. Как я уже говорил, я использую, пользуюсь таким методом, ну, скажем, самопроверки, да. То есть, в тот момент, когда мне уже кажется, что фокус максимально-максимально поймал, я всегда чуть-чуть покручу кольцо фокусировки еще в одну сторону и в другую сторону, так же, как и фокусер телескопа. То есть, немножко крутану в одну сторону, ага, стало хуже. В другую сторону тоже стало хуже. Значит, вот это то самое место, где фокус настроен оптимально. Собственно, дальше, когда уже фокусировка настроена, мы можем смело удалить все вот эти вот наши калибровочные кадры, собственно, снимать то, что нам интересно. Данное видео подходит к концу. Подведу небольшой итог. Информации может быть много или мало, для кого как, но я предлагаю на этой точке остановиться. Подытожу все вышесказанное. Чтобы сделать первые фотографии звездного неба, достаточно взять фотоаппарат, каким-то образом его зафиксировать, перевести его полностью в ручной режим, установить максимально возможную выдержку, воспользовавшись правилом, открыть пошире диафрагму и установить ISO в пределах 1600-6400. Дальше, собственно, мы устанавливаем отложенный спуск, для того, чтобы не внести каких-то вибраций, и настраиваем фокусировку. Значит, первым этапом я предлагаю вам фокусироваться в автофокусе или в ручном фокусе по какому-то удаленному объекту. А после того, как вы уже сфокусировались на удаленном объекте, переводим фотоаппарат в режим ручной фокусировки, фотографируем звездное небо, находим какую-то звезду в режиме Live View или же в видоискателе. Ну, в видоискателе это не получится сделать, да? Хотя я не знаю, может быть, некоторые фотоаппараты позволяют это делать. Максимально увеличиваем, значит, то самое место, где была эта звезда, и уже тонкой настройкой, то есть, крутим кольцо фокусировки, добиваемся того, чтобы эта звезда максимально выразилась в точку. После этого делаем сколь угодно много фотографий, чего угодно, хотите звездного неба, хотите, не знаю, и Земли, и неба, это уже воля вашей фантазии. После того, как вы научитесь делать такие фотографии, опять же таки, я вам предлагаю самим не бояться поэкспериментировать с настройками. Попробуйте поиграться с ISO, попробуйте поиграться с диафрагмой, поиграться с выдержкой, попробуйте поставить ее больше, чем вы рассчитали по формуле, попробуйте поставить меньше, посмотрите, что из этого выйдет. Ну, а пока на этом видео подходит к концу, продолжение этих видео обязательно будет, в следующий раз мы продолжим говорить про съемку звездного неба, и уже еще больше приблизимся к съемке непосредственно Млечного Пути. Я надеюсь, что информация в этом видео вам была полезной, а также интересной. Если это так, тогда подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. Если у вас есть какие-то вопросы, тогда добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте, задавайте любые свои вопросы, их там, задавайте их в группе, задавайте их на Ютубе, в группе есть рубрика «Вопрос-ответ». Эти вопросы я периодически формирую в такие, ну, группирую и отвечаю на них в формате видео-ответа. Что ж, если у вас есть вопросы, задавайте их, подписывайтесь на канал, все ссылки вы найдете в описании, наблюдайте за звездами, фотографируйте звездное небо и помните, небо не предел. Всем пока!